Как вы пришли в авиацию? В авиацию все приходят с детства. Любовь к книгу, любовь к авиации, к романтике. И это чувство, так сказать, толкает человека в небеса, в эту профессию. Человек, который не любит небо, он не сможет летать, потому что это сложная работа, тяжелая. Если ее не любить, то ничего не будет. То есть вы с детства мечтали о небе? С детства, потому что я жил недалеко от аэродрома. Отец у меня военный летчик был. И поэтому на этом аэродроме совместно базировано летали и гражданские, и военные самолеты. Это завораживало, эти полеты. Вот, правда, сначала я ушел в военную авиацию в 1975 году после окончания школы. Но там я не смог доучиться. Меня врачи списали. Поступал, меня не брали, потому что тебя уже выгнали из одного по медицине. Никуда ты не попадешь. Пришел в военкомат, с военкомом поговорил, говорю, вот хочу летать, а у меня в военном билете написано, что отчислен по медицине. То есть вы из чистого листа всю ночь? Открылась новая училища Кировоградская, я был в первом наборе. В каком аэропорте вы работали? Это город Красноводск на берегу Каспийского моря. Пустыня вокруг. Где бы человек ни летал, хоть на севере, хоть на юге, это абсолютно не мешало полетам. Я имею в виду, что не раздражало, что плохие условия жизни там или еще. В общаге жили все, и так все начинали. Там я провел 7 лет, а потом уже пошел на ПУС-54. Хотелось на больший самолет, на красавицу ПУС-54. Расскажите об этом самолете. Чем он так легендарен? Это же был основной главный самолет в СССР, я имею в виду, по количеству перевезенных человек, по количеству вообще выпущенных самолетов. И по своей мощи, по своим качествам, по красоте самолет, конечно, приезжал к себе. Хотелось на нем тоже полетать. Один из самых сложных. Да, он оказался сложным. Потом мы это поняли, когда обучались на нем. Потом начали постигать уже его. Он, конечно, был сложнее, чем все остальные самолеты. Потому что на нем нужно было, как я говорил, лететь впереди самолета. Предвидеть любые его отклонения заранее. Каждый полет анализируешь. Как ты, что сделал не так. Постепенно отбрасываешь неправильные действия. Потому что каждый свое чувство этого самолета. Ну, то есть, летчик на посадке его должен чувствовать. Потому что на посадке он тоже очень сложен. Главное, чтобы заход на посадку, с самого начала привести все параметры, все стрелки в правильное положение. И уже небольшими движениями поддерживать его на длисаде, чтобы он... Тогда он идет, как король. Остается, чтобы его чуть-чуть приподнять, ему садиться плавно. То есть, у Земли нельзя сделать большой крен, чтобы исправить что-то. Потому что при пяти градусах креном в земле он заденет крылом за землю. То есть, это тоже надо учитывать. На современных самолетах этого нет. Можно сделать побольше крен. Если тебя сбрасывает с полосы, то добавить. Если ветер какой-нибудь. А этот самолет нужно так и подвести без крена на землю, перед выравниванием, когда его сажают на полосы. Вот это вот. И уже все было отработано. И техническое отложивание на земле. И запчасти, какие надо доставить. Все быстро делалось. И то есть, в процессе эксплуатации его довели до ума. Может было бы и дальше в нем летать. Но из-за топлива. Потому что много тратит якобы. Но другие параметры почему-то не учили. И вот самолет со шума нет. Хотя мог бы еще поработать. На благо Родины. И многие с ним вместе и ушли на пенсию. На пенсию. Да, они все приспособились к новым самолетам. Вроде бы эти и легче пилотировали. Но там совсем другая философия полетов. И которые долго пролетали. С ним сложно было перестраиваться. На вытеку. Хотя самолет. Есть самолет. То же самое. Пилотирование. Если вручную летать. Вручную уже вдвоем летать сложно. Можно везти за штурмана дела. За бортинженера. Поэтому полеты на своеме самолетах. Это на автопилоте. По большей части. Да. Можно и сажать его на автопилоте. Остается только. Включить реверс. И он даже направление будет держать. На полосе. Не надо ничего делать. Вот так. Так что. В принципе. И вы можете. Стапельчиком сейчас. Кстати вопрос. Этот очень актуален. Часто девочки. Переходящие к нам в музей. Спрашивают. Можно ли стать пилотом. Женщине. И что для этого нужно. И кстати. Были ли тогда. В то время. Женщины пилотов. Были. Ну очень редко. Мне попадалось. Когда я на 24 пришел. Уже не было. В моем отряде. Мы говорили. Что была одна. Когда-то она. Сейчас не могу сказать. Куда она ушла. На Туш-54 попадались. Даже мне в экипаж сажали. Вторую полотну. Девушка. Но она была. Летала на И-40 раньше. С Ташкента. Сейчас она возможно. Барахлоте еще летает. Те самолеты. Конечно. Советские. Мало бы способны для девушек. Современные. Конечно. Это одно удовольствие. Для них там. И. Сейчас что. Надо получше знать английский язык. Чтобы читать. Это руководство. Разбираться. Да и связь составляет. Вести на английском языке. Сейчас видео. То есть. Если девушка знает. Английский язык. Уже. Половина. Там дальше. В общем-то. Не так. Сложно. Нажимать на кнопки. Следить за параметрами полета. А английский. Если знаешь. Легко. Вести связь. Легко. Разбираться в системах. И это не отвлекает. От полета. Поэтому. Не надо. Задумываться. Как бы сказать. А диспетчировал. Какое-то слово. Это. Затормаживает. Мозги. На другое время не осталось. Когда английский знаешь. Так что. Сейчас это. Значит. На проще. Потому что они могут идти спокойно. Могут не переживать. Нахачать. Да. Хорошо. Скажите. А. Сколько вы летали? В 20 лет? Я. С 82-го по 16-го. Это сколько? Получается. В 30-ть. В 90-е годы получилось, что я мало летал. За год бывало и 90 часов всего. И поэтому общий налет у меня не доходит. У моей жены больше. Но все равно. Немного пришлось, конечно, полетать, так сказать, в воздухе. А вот что вы посоветоваете юношам, которые определились в профессии? Что им необходимо для того, чтобы стать пилотом? На что им сделать упор? Какие предметы изучать? Как физически готовиться? Ну, как я, может быть, раньше говорил, главное любить полеты и небо. И тогда все остальное приложится просто. Даже если ничего не делать, если ты страшно хочешь дать, но ты знаешь, чтобы поступить, нужно какие-то экзамены сдать. Сейчас, по-моему, ЕГЭ. Или как там? Сейчас нужно тогда просто хорошо учиться, чтобы у тебя был хороший балл, и тогда тебя примут. А далее нужно физическую форму иметь. Что ничего сложного в этом нет. Можно просто на большое желание. Если есть желание, все остальное приложится. Скажите, а как люди реагируют на то, когда узнают, что вы пилот? Это раньше были сталинские соколы. Понимаете, когда люди считали их космонавтами. А сейчас как они реагируют? Те, кто любит авиацию, тот, конечно, очень интересуется и рад встречам. Хочет что-то узнать нового. Какие процедуры и проверки вы проходите перед полетом? Тогда было в порядке вещей. Проходить врача, который измеряет пульс, и смотрит на общее состояние. Если что-то уже не так, тогда уже давление там не будет. А дальше экипаж идет, как раньше была, штурманская комната. Там у него документы всякие. Пишут в штурманский бурджурнал, к которому он потом полетит. Мы-то на АНЛА-4 без штурманов летали. Сами пилоты заполняли его. Штурм он подписывал. И шли на метео. Посмотрели погоду. Можно ли лететь. Определенные правила есть для того, чтобы вылетать. И потом главный диспетчер, после того, как он осматривает, что мы и там, и там, и там, и там все прошли с печатями, подписывает разрешение. И мы тоже в журнале расписываемся, чтобы приняли решение на валет. И шли к самолету, осматривали его, готовили по определенной технологии. Все проверки, каждый свое дело. И все. Потом приходили пассажиры, запускались и летели. Ну, собственно, сейчас мало чем отличается, только уже штурманского расчета нет. Сейчас выдают уже готовый расчет. Там все расписано, сколько топлива заправлять. И здесь уже никто ничего не подписывает. Просто берешь вот лист и топаешь. Проходя санчасть на самолет, готовишь туда. То есть, немного упростилось все. Уже нет такого контроля, но медицина осталась. А сколько примерно по времени это занимает? Должен час заниматься. Но так как это очень скомканно, все приезжают обычно за полтора часа. Все спокойно, все пройти, доехать до самолета. Особенно бригада проводников, она, тем более, за час у них свои дела, свой брифинг проходит. Они за полтора обязаны. А значит, приезжают за два. Обычно вот так вот, так сказать. Потом они свою подготовку проходят. Мы свою соединяемся, идем на автобус и едем. Готовим кабину к вылету. Забиваем все данные уже с современных самолетов в машину. План полета. И все остальное, чтобы потом в полете, только после полета нажать можно на кнопку, и самолет полетится. Ничего не делаем. Только подправляем. А как вы исправлялись с трудностями? Вот опять возвращаемся к тому, что если тебе полет и самолетная жизнь нравится, то это ты как бы не замечаешь. Ну, замечаешь, но преодолеваешь очень легко. Но так как ты во время этого занимаешься делом, летишь, тебе нравится, ты управляешь самолетом, то тогда это все переживается. Вот эти вот часовые пояса, когда глаза уже закрываются, вы будете лететь. Это все переносится как бы не совсем так, как если бы тебя просто мучил этим. То есть давайте здесь еще раз сказать о том, что нужно любить свою профессию и идти в определенное значение. Да, просто так туда идти нет смысла. Мы мечтали о дополнительном полете. Просто нам нравилось это. Ну, лишний раз летать, оторваться от земли. Там совсем другая жизнь в мире. Ну, так, могу сказать. Когда профессия нравится, то все иначе в жизни. Да. Не замечаешь ничего плохого даже на земле. Как-то на земле это что-то происходит. Это тебя не волнует особо, потому что ты знаешь, что скоро тебе небо. А есть ли у вас какая-то особенная история из жизни пилота, которую вы могли бы поделиться? Захожу я на А24 в Астрахани на посадку. Полоса еще впереди. Нужно было с другим курсом на нее зайти. То есть пролететь прямо, потом развернуться и сесть. Вдруг диспетчер мне говорит, оттуда самолет летит, другой. И он мне говорит, хотите сесть поперек шельсти, то есть не как все садятся, а навстречу тому самолету, но чтобы на всякий случай в него не попасть, вы должны сесть не на полосу, а рядом с ней, на грунт. Ну, мы же бравые летчики, и нам это интересно. Ну и решил я, для этого нужно было резко развернуться влево, потом вправо, все быстренько выпустить. Ну, смотрю, полоса вроде как по виду, нормально, я зайду. Но одно я не учел, что так как я лечу с противоположным курсом, то ветер-то попутный, и мне эта полоса все опускается вниз, я на малом газу падаю, но чуть-чуть не успеваю. Ну, все равно сажусь, это вот поддался чувству. И когда она уже заканчивалась, я с разгоном заворачиваю направо, перескакиваю через бетонную полосу на ЭРД и гашу энергию. То есть, с одной стороны, это было очень интересно, с другой... Опасно. Опасно, потому что, ну вот, диспетчер предложил, а я, так сказать, поддался, мне было интересно просто. Тогда было все более регламентировано, а тут тебе разрешили что-то сделать необычное. И, конечно же, захотелось, но пронесло. Вот один случай мне рассказал, это не я был, ну, просто, к слову, пришлось над тем же морем. У нас самый такой вот тяжелый рейс там был, когда едишь из Краснодара, три посадки ночью, и уже третий перелет, под утро, все усталые, и ребята заснули. Все. И кто-то сдвинул ручку автопилота, и самолет начал, вошел в крен, и начал делать большой, большой орбиту, радиус небольшой, то есть большой радиус сделал. и когда один из членов экипажа проснулся, он увидел, что самолет летит в другую, прямо в противоположную сторону. Он разбудил всех, все молча повернули, получается, в это же время спал и диспетчер, раз он ничего не уснул, и благополучно приземлились назад. Это вот какие-то интересные вещи, но это какой-то аж в этой авиации более низкой над землей много там было. Спасибо вам большое за интересный рассказ. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!